находим середину чтобы ровно установить два блока на подставку станки кстати говоря рассчитаны на большие блоки от грузовиков поэтому ставим подставку чтобы растачивать легковой блок и также можем спокойно растачивать одновременно два блока кстати в данном блоке слезала резьбу притяжки гбц к блоку не пришлось нарезать новую подвертыши там можем видеть внутри вертыши вот родной оригинальный болт сравним тут еще алюминиевая резьба здесь уже вертыши устанавливаем блоки на станину расточного станка сейчас будем вырезать старые гильзы старые задранные гильзы как можем видеть все в задирах лысые все как мы любим хотел сказать что задран поменьше но смотрю третий четвертый цилиндр как всегда вот просто мясо разобран по-другому не скажешь замерили сейчас диаметр цилиндров вот этого блока левого и оказалось что он уже расточенный поэтому надо немного по-другому настроить станок вот когда говорят что после расточки вот пожалуйста после расточки представляете какая тут толщина гильз кстати вот он также задран расточка не помогла от задиров также задрался кстати объясняю чем расточка хуже гильзовки первую очередь тем что во первых очень тонкие становится гильзы они и так тонкие как бумага становится еще тоньше что очень сильно снижает ресурс двигателя а также нет оригинальных ремонтных поршней в расточенный размер они бывают только китайские китайские очень плохого качества поэтому расточенный мотор от капитальный через расточку они через гильзовку прослужит но в лучшем случае 30 40 50 тысяч километров не больше далее пойдут вот такие же задиры и все с ним будет плохо да он может и не стучать какое-то время но износ пойдет с первых тысяч километров причем конкретный износ который потом приведет конечно же и к стуку и к масложору дальнейшем в первую очередь к залеганию маслосъемных колец так делают расточку делать объясняю обычно люди не не совсем честные которые хотят продать машину то есть у них застучал двигатель они не могут продать машину дорого со стучащим мотором они делают дешевую капиталку с расточкой и по-быстрому продают машину а потом новый владелец мучается с этим мотором и делает повторно капиталку вот такие гильзы будем устанавливать сделано в корее очень хорошего качества мы постоянно их устанавливаем заказываем у нас прямые поставки частей как из кореи так из китая потому что многие оригинальные детали также производится в китае так как там есть завод hyundai kia нареканий по этим гильзам нет пока ни одного возврата четыре года ставим их ни одного возврата пока гарантийного ремонта не было по моторам от капиталин один раз только приезжал автобус grand starx ездит он постоянно в рейсы накатал он уже 300 тысяч после гильзовки у него прогорела башка головку мы там заменили и отхонинговали цилиндры собрали мотор и он дальше ездить с гильзами все в порядке абсолютно сделали уже пробный проход сняли немного гильза и вот видим уже проступает алюминий вот обратите внимание на толщину гильз просто только обратите а потом задайтесь вопросом стоит ли их точить тем временем готовим еще один станок к работе обязательно проверяем все цилиндры 7 раз отмеряем один раз отрез как говорится кстати блоки к д на прошлой неделе были одни и нашки сейчас пошли к дешки как видим мощности нашего предприятия позволяют растачивать сразу четыре блока одновременно что очень сильно повышает производительность при этом качество не страдает потому что у нас работают очень опытные токаря вот так вот выглядят расточенные поршни там еще осталась фольга ее мы потом удалим обратите внимание на нижний упор вот такая вот толщина гильз моторов данных блоки загильзованы все гильзы уже подрезаны здесь на этом станке пока гильзы не растачивались это их заводской размер из коробки на этом станке гильзы уже расточены в черновую будет еще чистовая росточка а далее блоки отправляются на ханинговку поршня но это те же самые поршня абсолютно что идут на конвейер просто они не под брендом hyundai kia поэтому они стоят немного дешевле и позволяют клиенту сэкономить существенную сумму я сказал не немного дешевле в три раза дешевле чем сна в коробке hyundai kia но это одни и те же поршни каждый поршень промерен и под конкретно каждый поршень будет растачиваться каждая гильза которая как мы видели уже установлены в двигателе сейчас проверяем центр центр на месте далее меняем резец это уже чистовой резец им уже обрабатываем на чистовую далее отправляем на ханинговальный станок после обработки этим резцом блок уже был нами от ханингован но в него по каким-то причинам попала вода он заржавел делаем повторно чистовой хон все блоки от ханингованы вот так вот выглядит после хода цилиндры зеркало цилиндров вот так оно должно выглядеть в идеале когда хона нет и цилиндры лысые это уже ненормально также в блоку идут подписанные поршни какой какой какому цилиндру так вот мы отправляем на сборку вот остальные три блока а а и Продолжение следует...